Всем привет! Сегодня 26 сентября. Забыла из дома взять камеру, сниму вам на телефон. Но телефон так качается. Бедные блогеры, которые снимают на телефон, они могут снимать только на штатив, поставить его и говорить чего-то в него. А если идут, конечно, всё везде качается. Здесь стабилизации-то практически никакой нет. Думаю, надо же это самое. Камеру забыла. А так хочется снять осеннее что-то, потому что вот-вот и ветер подует, и все листья упадут. И потом сразу лето и зима. После лета и зима. Поехали мы в магазины в наши магнитные пятерочки просто за обычными продуктами. Но больше всего мне надо муку. Надо запастись мукой. Взять 3-4 пакета, которые по 2 килограмма, поставить их на веранде. Пусть они у меня стоят. Специально потом ездить за ними не хочется. Пока есть, надо брать. У меня же вообще желание... Вообще желание практически в магазин не ездить. Ну вот думаю, ну куда надо взять? Вообще-то крупы надо брать. Раз в месяц бы вот так ездить. Приехали мы из магазина. Не стала ничего я через телефон снимать. Хотя думала, маленечко, поснимай что-нибудь. Ну, раз я телефон не стала снимать, значит я решила показать то, что мы в этот раз купили. Ну, все блогеры показывают закупки. Все. Ну, почему я должна быть исключением? Я тоже решила поснимать. Так, во-первых, вот тут мне на кресле стоят помидоры. Взяла 5 килограмм. Кое-как я выбралась. Время их взять по 50 рублей. Они на базе, они у нас. Мы по 30 брали. Здесь по 50. Ничего, я 5 килограмм на 250 рублей взяла. Те же 5 банок-то я ведь слопала. Видите, в одну харю слопала. Надо мне, я думаю, 10. Мне даже очень, даже мало будет. Ну, ладно уже, сколько будет, столько и будет. Так, с чего начать? Муки. Запаслась муки. Три пакета по 2 килограмма по 85 рублей у нас. Мука цельнозерновая это. Цельнозерновая. Разрыхлитель, ванильный сахар. Ванильный сахар я на вкус не очень люблю. Либиска мне как нормально. Можно иногда добавлять с натуральной ванилью. С молотым трючком ванили. Ну, может быть, когда-то где-то какое-то вкусненькое блюдо и добавлю. Пусть будет. Ладно. Чтоб не спрашивали. Соль. Бурый рис. Бурый рис. Только я открываю одну пачку, значит, я вторую уже покупаю в запас. Это обязательно. Кое-как вспомнила, купила уксус столовую, эссенцию. Давным-давно уже нету. Тут помидор собрала сделать и вот под запись прямо взяла. Сливки. Суп хочу сделать с этими, с лисичками. С лисичками очень понравился. Многие написали, дайте точный рецепт. Никак не могла купить эти сливки. Вот из молочки у нас сливки, сметана и масло. А, творог, молоко есть. Молоко вчера Эльгис купил. Десяток яиц. Вот это все, что с продуктов. Меньше тысячи тут получилось. 100 рублей на... Ну, не знаю. Что-то 800, что ли, с чем-то. Так. В кошачий магазин. Это мы покупаем корм. Вот. Я уже пересыпала просто в банку. В пакете осталось для котят. Берем 500 рублей. И вот два туалета. Раз в 10 дней. Вот это у нас уходит. На 800 рублей. На 800 рублей покупаем раз в 10 дней. Так. Здесь купила я заменить разделочные доски. Вот эти пластиковые. Постоянно они уже как и шоркаются. Из этих я их выбрасываю и покупаю. Разные покупаю. Всегда, чтобы было интереснее работать. Их тут три штуки. Разных. Так. Это пакеты для мусора. Это я сказала. И здесь тоже этот раз уборку-то делала на кухне. Так много каких-то контейнеров повыбрасывала. Купила вновь набор. Тут очень так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь контейнеров с крышкой. Это чтобы в холодильник ставить и закрывать крышкой. Выбирать надо, чтобы были пищевые. А вот в этой хорошо делает тесто. Так. Долго-долго стояла, выбирала. Мне нужна была терка. Выбрала вот эту терку. 500 рублей стоит. Интересный момент хочу рассказать. Вот у меня терка, которой я работаю уже несколько лет. Ну, пять-то лет точно. Это пластик. Обычный пластик. Но самое смешное, на этой пластиковой терке, когда я ее покупала, я даже не заметила. Я ее по интернету брала. Здесь только крупная терка. Крупная терка. Вот. И вот такая никчемная там, непонятно. А вот такой мелкой на ней не было. Ну и нету, то есть. Вот такой. Вот такой. Где чеснок тереть или морковку надо мелко. А я думаю, ладно, обойдусь. И вот, вы понимаете, вот столько лет обходилось. Я не знаю, сколько лет это терке уже. Ведь пластика. Вот казалось бы, она тут же должна развалиться. Ничего подобного. Тут даже она может крупными как-то слайсами резать. Но я не пользовалась. Я пользовалась только вот этими крупными. И все. Ну, а тут вот думаю, ну, и постоянно проговариваю, что надо купить терку, надо купить терку. Или дополнительно, чтобы была одна вот эта вот тоненькая. Ну, это мелкая. Ну, как-то не попадалось мне такое удобно, чтобы отдельно купить. Так, есть такие, но какие мне не надо. Ну, тут, ладно, куплю. Ну, уж надо-надо. А нравится мне эта пластиковая тем, что она не ржавеет. Она всегда стоит чистенько, полоснула чистенько. Это начинает ржаветь. Тут вода забежала. Если без этой покупать, значит, сразу ржавчина появляется. Где стоит, там это место все ржавое. Не нравится. А эта мне, пятерочка, очень-очень-очень пластиковая нравилась. Вот если бы была бы на ней вот такая вот еще мелкая, я бы вообще радовалась. Копейки стоят, и так долго она у меня держится. Ну, вот такие покупочки были. А, еще, значит, пакеты для вот этого, для большого мусора, который мы в контейнера увозим. Это для ведер маленькие. Мы не покупаем постоянно в магазинах пакеты. Мы пользуемся вот такими, которые дают в красно-белом. В красно-белом покупаем, когда что-то там покупаем спиртное. И эти пакеты у меня всегда лежат в моей сумочке. Я их вот так вот складываю надолго, настолько долго их хватает. Они вот черные, крепкие. И мы постоянно берем продукты именно в эти. А вот магнитовские, которые постоянно, которые сразу предлагают, или там пятерочки, эти мы не берем. Поэтому нам под мусор не хватает пакетов. И вот приходится покупать, приходится покупать мешки для мусора. Ну, 30 штук стоит 35 рублей, по-моему. Или 40 или 5. Вот так вот. Закрутила я свои любимые помидорчики. Ой. В разные баночки. Уже поняла, одну только в литровую тоже не очень. Лучше маленькую открыть, много не съедать, немножко и хватит. В общем, я так радуюсь. Придется, наверное, на будущий год теплицу ставить, помидоры свои выращивать. Хотя вот так мариновать лучше вот такого сорта. Сливки. Они твердые, хорошие. Сумею такие вырастить или нет, это еще вопрос. А этот сорт уже проверенный. Все только что закрутила. Сейчас я их переверну и закрою чем-то теплым. Субтитры создавал DimaTorzok Так, сегодня на кухне работу Эльгиза не видно, но он полдня. Вот тут выравнивал вот эту стену. Топором уровнем дерево. Это ведь сухое, присухое. Вот он его ровнял, ровнял. Весь в мыле, весь в поту. Отвыкли вот такой работы, конечно. И вот тут начал уже замазывать щели. Здесь гипсокартон будет прицеплять. Пишите вы мне, что кухня у нас очень темная и надо здесь все светлое сделать. Конечно, ребята, конечно. Это естественно. Это место, это дом у нас стоит так, что с этой стороны у нас солнце вообще не попадает. Летом оно прямо вот очень-очень-очень над нами солнце проходит. А зимой оно где-то вон там в стороне прошлое все. Солнечные лучи сюда не попадают. Только ранним-ранним утром. Очень рано. Но, собственно, когда я захожу на кухню, здесь солнца никогда не бывает. Ни летом, ни зимой. Никогда. Конечно, будем белить в белый цвет. Красить ли. Потолок это, естественно, будет белым. Но стены мы чуть-чуть, может быть, бежевой добавим краски под цвет мебели. Конечно, надо вообще все белым. Освещение. Освещение здесь и там по центру будет что-то. Тут по центру будет что-то. И здесь еще лампы хочу. Вот здесь будет стол стоять. Вот тут будет стоять стол. Вот над столом тоже хочу лампы повесить. Конечно, там светильник мне помогает. Очень хорошо я там мою, варю. Ну, вот как-то так. Вот как-то так. Так, еще. Вот тут у меня помидорки стоят, которые я вам уже показала. Закрытые. Было несколько вопросов у меня по автоклаву. Люди, видимо, услышат. И, ну, надо спросить. Спросить, так или не так. Так или это ли. Спрашивали, можно ли пользоваться крышками, которые... Ну, для тушенки, для автоклава. Я всем говорю, что мы крышками не пользуемся на второй раз. Мы просто берем банку, сразу протыкаем по центру ее, выпускаем воздух и выбрасываем. Если я не проткнула, начинаю подковыривать ее, потом эту жалко выбрасывать. Но не хочется второй раз, хотя можно. Хотя можно использовать, но неизвестно, как эта банка... Ой, крышка поведет себя. Это стоит недорого. Поэтому мы сразу все крышки выбрасываем. Про банки тоже спрашивают, можно ли второй раз. Не можно, а нужно даже. Очень даже нужно. Вы представляете, сколько нужно банок? Только не из-за того, что там они дорого стоят. Они недорого стоят. Но это же завалиться можно банками, если постоянно эти банки открыть. Их же ее не выбросишь. Все равно оставляешь вроде не под автоклав, а под что-то еще. Так это сколько же этих банок-то? Ничего страшного в этом нет. Пользуйтесь. Даже если появилась какая-то трещинка, и вы не заметили, вот она малюсенькая, микро совсем, лопнет она в автоклаве, от этого тоже вы не пострадаете. Ну и что? Ну лопнула и лопнула. Вот я стерилизую уже сколько, сколько партий сделал. Короче, 450 банок у меня. Вот из 450 банок у меня две банки лопнули. Ну и что? Одна банка с кашей с рисовой лопнула, другая с тушенкой. Ну и что? Вытащила, выбросила все, и банку, и эту кашу. Что от меня, убыло что ли? Ничего страшного в этом нет. Так что можно банки и на второй, и на третий, и на десятый раз, очень даже можно. Вы что это, это постоянно их покупать? Ну вот если на продажу, если человек занимается продажу, продает, там, конечно, лучше, мне кажется. Да и какая разница-то, собственно. Хоть продаешь ты, хоть ты не продаешь. Ничего особенного в этом. Там все простерилизуется, все будет чисто. Я же говорю, ну лопнет и лопнет, ну и что? Так что, пользуйтесь. Автоклав, конечно, я бы задействовала, и он у меня до сих пор бы работал, если бы были банки. Боженька не дает мне банок больше. Поэтому автоклав у меня стоит. Так, мне температура на улице интересует. Пойду-ка я посмотрю. 22 градуса. Сколько раз уже выходила, и все забываю посмотреть. Ну, последние денечки стоят, теплые. Последние, последние. Все, больше тепла не будет. Это вот как раз бабье лето. Ильгиз всегда говорит, бабье лето всегда начинается на его день рождения. И вот недельку стоит, и все, и заканчивается. У нас, собственно, все убрано. Все хорошо. Верну мне потихонечку. Перерабатываю. Две партии посушила на компот. Еще одну партию посушил, и достаточно. Ой, ну какие красивые эти вот листья-то, девичий виноград. Оплел в этом году. Ой, забыла название-то. Вереск. Вереск. Посмотри, куда он даже пошел. Ты погляди-ка, че. Пошел и пошел. То никак разрастись не можешь, то уже начинаешь все оплетать. Это-то ведь все лето стояло, а не оплетенное слива. Ой, слива вишни, дерево вишни. Как это быстро-то так все оплелось-то? Интересно. Не туда. Погнал. Дубок стоит. Желтенький один. Все зелень, еще все цветет, а он пожелтел один. Терновник сейчас наивкуснейший. Вкусный-вкусный. Сладкий. Вот косточка. Как слива? Ну не как слива, это есть слива. Ой, какой вкусный. Прямо так рука и тянется, и тянется. Тянется, и тянется. Погуляла по огороду. Подышала свежим воздухом. Постояла под солнышком. Здорово. До свидания, лето, до свидания. До следующего лета. Всем пока-пока. И до завтра. Мы с вами не до следующего лета. Мы всего лишь до завтра. Спасибо за ваши просмотры. За ваши слова добрые. Пока гуляла с вами по огороду, Ильгиз... Ильгиз прицепил уже сюда гипсокартон. Вот только что показывал, его здесь не было. Но он подготовку делал целых полдня. Ну вот, все, зашил. Молодец. Еще раз всем пока-пока.